Ко дню рождения Большого театра оперы и балета съемочная группа Билта решила заглянуть за кулисы и узнать какие тайны хранит один из самых великих культурных центров страны театр для артиста это совсем другой театр нежели театр для зрителя потому что я считаю для зрителя это что-то такое таинственное величественное волшебное для людей работающих здесь немножечко этого волшебства гораздо меньше потому что мы вот эту всю жизнь закулисную знаем изнутри поэтому для людей работающих театре тайн намного меньше и волшебства к сожалению немножко меньше вот а для зрителя это конечно я считаю что это такое небольшое государство государство которое живет по своим законам по своим правилам это просто люди которые не были в театре зал это зал видеть прекрасный зал у нас правда вот но сейчас вот организуется экскурсии и у зрителей есть возможность окунуться в закулисье это просто масштабы невероятные поверьте мне я выхожу на сцену где пели просто великие певцы и певицы и мне кажется что театр до сих пор пропитан вот этим духом этих людей этого какого-то божественного величия этих мастеров потому что действительно здесь работали великие люди великие и дирижеры за пультом стояли и певцы и певицы поэтому вот мне кажется несмотря на то что прошла реконструкция театра и он открылся после реконструкции 2009 году конечно чисто технические возможности театра намного выросли что тут говорить вообще у нас сцена огромная она из одна из самых больших в европе если смотреть театры поэтому возможности сцены огромные мы находимся в помещении насосного отделения насосном отделении находится емкость в которой находится гидравлическая жидкость объемом 20 тонн три насоса основных которые подают жидкость с емкости в систему наполнения также имеется два циркуляционных насоса которые служат для охладения жидкости если температура жидкости превышает более 45 градусов имеются два вентилятора радиаторы которые охлаждают жидкость и систему трубопроводу по которым жидкость идет гидроаккумулятором и к управлением механизмами мы находимся в помещении гидроаккумуляторной станции которая находится минус 13 6 метров от нулевой точки гидроаккумуляторная станция включает себе 5 гидроаккумуляторов которые входят 10 баллонов с наполнением азота и 10 сосудов с наполнением масла также имеется блоки управления для управления площадками у нас находится в сценическом комплексе 21 одна площадка которая предназначена эта гидроаккумуляторная станция для подъема и опускания поднимать на площадке можно на высоту 4 метра 54 сантиметра и опускать на 3 метра нижнее положение имеется четыре кабинки для подъема артистов со вторых со второго ряда площадок на плоскость сцены двери у нас открывается ставится пульт управления лесенка артист поднимается суда и по команде помощника режиссера или оператора поднимаем артиста плоскость или в уровень сцены и так же сама опускаем если нужно сейчас вы находитесь производственные мастерские по пошиву костюму на сегодняшний день мы работаем над спектаклем любовный напиток все костюмы уже на готовность идут мы должны их сдавать уже костюмерный тех но нужно каждый каждому костюм подойти индивидуально идет списание материалов закрываем и отдаем костюмеру по спектаклю любого напиток у нас 10 26 костюмов обувь платья и головные уборы ни один костюм почему этот сложный спектакль для нас как казалось потому что нет массовки костюма каждый подходим индивидуально каждому эскизу вот все костюмы они все разные и закройщику очень тяжело приходится и портным отделка разное все но справляемся 12 июля премьера и мы должны выйти красиво и достойно театре я работаю 38 лет и хочу сказать что здесь случайных людей нет потому что здесь люди должны иметь усидчивость и очень много такой ручной работы которой нужно большое терпение подчинение производственных мастерских и под руководством моим работает 44 человека и с них у нас работает 17 партных костюм начинается с чего с мешалки как говорят но прежде чем поступить партным костюм идет подготовительный процесс закупка материалу потом модельер конструктор работает по эскизу раскраивает костюм и отдает партной партная готовит на примерку у нас обычно примерки две-три особенно если солист то две-три примерки происходит и после каждой примерки идет оснорока каждая партных работает от начала до конца с костюмом идет полностью на готовность и конечно она из делаете декор на костюме вот который вы видели кружева все это мои девочки все сами прошиваются и вручную и на машинке ну конечно работа очень кропотливая но я знаю что они их не надо привирать почему потому что они очень ответственные люди и они никогда не пропустят брак это сто процентов но очень ответственно относятся к своей работе и коллективу очень хорошие добросовестные и трудолюбивые это хотелось бы отметить их на трудолюбие как говорится не ничем не за не заменит мы находимся на высоте 24 метра от нулевой точки от стены это колосники отсюда происходит управление всеми штанкетами верхней механизации также имеется здесь 7 софитов противопожарный занавес отсюда управляется аэриза и управляется отсюда полетные механизмы здесь находятся чего 10 50 для штанкета также самое имеется 14 индивидуальных подъемов и чего-то происходит управление электродвигателями у нас всего имеется 362 электродвигателя в нашем заведовании профессия очень сложная и очень много сил физических затрачивается и выкладка все в комплексе в спектакле все это очень много значит вот конечно у артистов как и у всех вообще артистов не только балетных а у этой категории людей которые так и называются артисты есть всяческие приметы возможно они кажутся глупыми какими-то детскими или надуманными но все посылают к черту плюют через плечо да вот это расхожие ни пуха ни пера она для нас всегда есть вот а еще есть такая примета когда артисты не любят фотографироваться не станцевав спектакль то есть вот когда они станцуют все танцуют то тогда и можно но перед не каждый соглашается потому что они очень нервничают и хотят чтобы все получилось как-то самым наилучшим образом вот но все остальное знаете как какой-то она такой вот как у каждого свое многие крестятся прямо ясно я вижу как они прямо стоя в кулите уже одной ногой практически идя на сцену как они крестятся у каждого есть какие-то свои такие секреты тайны какие-то поверья сейчас мы находимся живописный зал изготовление мягких декораций делаем сейчас спектакль любовный напиток вот это вот часть декораций небо театр я работаю 76 года мы за это время столько спектаклей переделали что еще не помнить по несколько раз даже интересная работа интересная ответственная сколько примерно нужно времени для того чтобы нарисовать полностью полотно в зависимости от сложности где-то дня три-четыре бывает неделю до двух иногда когда очень сложно если архитектура там весь репертуар который есть в офисах все они прошли через мои руки оркестровая площадка работает срок положениях нулевая промежуточная и третья допустим или здесь один два три три положения него давление системе 225 килограмм она складывается вниз опускается если зная фура которые выезжают на этот уровень если чтобы не снимать оркестровая музыка от и музыкальные инструменты они вместе с фурой скатываются в нишу потом площадка сама по себе поднимается в уровень сцены становится или промежуточное положение как надо но обычно поднимаем без фуры верхнее положение плоскость сцены так сказать имеются датчики так же самое датчики положений позиционирования площадки в каком положении находится первом положении во втором в третьем вот рояль временами накатываем на фуру поднимаем вверх потом опускаем скатываем так вот как то как то так у меня есть знаете такая история может быть она она связана с театром но она не балетная она такая очень действительно запоминающаяся история когда-то когда еще была достаточно юная девчонка у нас были продолжительные спектакли в индии и мы были в деле в мадрасе в калькутте и в бомбее в четырех городах и эта страна для меня в тот момент она раскрылась какими-то своими тайнами такими вот какими-то флюидными вещами там очень много верующих людей и в одной из гостиниц из отелей в которых мы проживали был знаменитый николай рерих вот этот художник который писал который часто бывал в горах и как бы общался с высшими силами и все это было отражено в его картинах и это был такой седой какой-нибудь старик с маленькой бородкой совершенно какой-то необыкновенной фантастической внешности как будто вот он с небес спустился и представляете вот мы ехали на спектакль и все как говорили что с нами в этом отеле живет рерих и все ждали его внизу где рецепшен чтобы увидеться чтобы взять у него какой-то автограф или хотя бы вообще посмотреть на него и все толпились внизу а я припаздывала и оказалось так что я села с ним в лифт одна я смотрю на него а он смотрит на меня я понимаю что это рерих а я еще совсем юную девочка и он не смотрит и говорит да хранят тебе высшие силы девочка и лифт хоп и открылся и я вышла и на него все как набросятся и вот я запомнила это на всю жизнь и мне кажется что это какое-то благословение такого человека мне кажется что она как-то хранит меня по жизни и ведет и я очень часто об этом вспоминаю хотя прошло уже очень много лет вот такая удивительная история не балетная я абсолютно точно знаю что многие мои коллеги никогда перед ответственным выступлением будто какой-то концерт ответственный либо спектакль не моют голову например дня за два да то такая существует примета я не придерживаюсь этого правила потом я знаю что и балетных артистов и оперных артистов существует такая примета например когда тебя костюмер одевает от готовит спектаклю и друг там нет нечаянно уколол потому что иногда что там надо подшить у певицы прям сразу вот на костюм и поэтому это считается тоже очень хорошей приметой только не специально а вот случайно если костюмер вдруг уколит иголочкой это тоже так сказать считается что это обеспечен успех в спектакле например у меня я если я выхожу из дома в день спектакля и что-то что-то забыла никогда не возвращаюсь домой почему-то мне кажется что я не знаю может быть это и примета не действует но тем не менее и есть у меня еще один такой небольшой ритуал это мой личный я раскрывать не буду и может быть вот были истории связаны с театром какие-нибудь необычные эксклюзивные и вы там за 200 километров лчитесь на сцену со мной не было но я просто знаю что театр помню концерт по моему был в бресте и вот неожиданно так случилось что певица не за в силу чего она просто заболела и на машине значит везли в брест дублирующий состав и мне потом коллега моя рассказала что будет ни на никогда не думаешь за такой короткий а короткое время потому что просто неслись на машине такое тоже бывает поэтому у нас всегда в спектакле есть второй состав дублирующий состав то есть все мы живые люди бывает так что например в день спектакля позвонили и у нас до двух часов это контрольное время если например я пою спектакль и до двух часов не отзвонилась в режуправление что у меня больничная всяко бывает то значит все я пою спектакль у меня было например я вечером поздно где-то полдевятого вечера мне позвонила заведующая труппы оперы сказал что не на завтра ты поешь спектакль каждая солистка должна к этому быть готова тем более что я стоял страхующем составе поэтому всегда партия повторяется и я должна в любой момент выйти и спеть страхующий состав сидит на спектакле вот вплоть до того как начнется последний акт потому что были случаи когда допивала другая певица или другой певец знаете такое это живые люди всякое может быть вот я помню еще пела к микаэлу и что-то заболтала за кулисами и чуть не забыла вовремя выйти на сцену такое тоже бывает поэтому какие-то курьезные такие моменты бывают зрителю это все кажется величественно торжественно у нас идет своя жизнь то есть это наша работа